Всем привет! С вами еженедельный выпуск Инвейдера и сегодня мы узнаем, что 5G уже устарела. Как реклама проникает в виртуальную реальность и наши сны, посмотрим на концепт летающего автобуса, а также многое другое в новом выпуске. Один из офисов компании Canon в Китае стал напоминать декорацию к фантастической антиутопии. Теперь, чтобы войти на заседание или просто в комнату, сотрудник должен обязательно улыбнуться в камеру, а искусственный интеллект оценить его уровень счастья. Только счастливые работники допускаются внутрь. Подобные тенденции можно заметить повсеместно, и по замечаниям исследователей такая политика компаний не сильно отличается от методов индустриальной революции 19 века, когда появление продвинутых машин не облегчает, а только усугубляет рабочую обстановку. Еще один концепт необычного воздушного такси показал предприниматель Брейден Келликона из Нью-Йорка. Основным отличием от коллег станет повышенная вместимость салона – около 40 человек. Внешний дизайн аппарата напоминает смесь летающей тарелки и дрона, а вертикальный взлет и посадку обеспечивает целых 8 пропеллеров, которые также будут работать одновременно на протяжении всего полета. Авторы проекта подтвердили, что питать увесистый автобус-дрон будет весьма сильная батарея, сравнимая с аналогами для автомобилей Тесла моделей S и 3. А помимо этого в разработке находится еще одна батарея для дальних перелетов. Планируется, что новый аппарат сможет перевозить пассажиров как в пределах одного города, так и между близко расположенными населенными пунктами. Причем все это за весьма низкую цену билета в районе 100 долларов США. Проект, очевидно, нацелен на массовое использование. Компания XTI Aircraft близка к созданию самого быстрого и самого выносливого самолета с вертикальным взлетом в мире. Производство должно начаться уже в конце 2024 года. Летательный аппарат под названием Trifon 600 сможет перевозить до 8 пассажиров от одной взлетной площадки до другой на расстоянии в 1200 км на скорости около 555 км в час. С точки зрения конструкции самолета, с одной стороны весьма традиционен, но с другой он обладает двумя наклоняющимися пропеллерами специально для вертикального взлета и посадки. Для достижения впечатляющих показателей самолет оснащен не одним электрическим двигателем на батарее, а особой гибридной системой, где помимо электрики для взлета и посадки будет установлен турбовальный двигатель GE Catalyst, обеспечивающий невероятную дальность полета. Если все пойдет по плану, компания вполне может занять доминирующую позицию на рынке компактных бизнес-джетов, которые смогут быстро доставлять клиентов из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско или из Берлина в Париж, минуя перегруженные взлетные полосы аэропортов. Буквально на днях Facebook стал впервые размещать рекламные баннеры в приложениях виртуальной реальности Oculus Quest. На первый взгляд реклама уже привычная вещь. Однако в контексте быстрого развития девайсов виртуальной реальности у пользователей и специалистов возникают вопросы. Так рекламные оповещения будут основываться на данных, считываемых непосредственно самим гаджетом, вплоть до движения вашей головы и реакции зрачков на некоторые вещи. Изначально Facebook не собиралась никак использовать эти персональные данные, но с развитием технологий вряд ли компания откажется от заманчивой перспективы формировать рекламу на основе неосознанных человеческих реакций на те или иные продукты. Такой план вполне в духе компании. В данный момент Facebook находит рекламу, исходя из персонализации на личной страничке в социальной сети, что в свою очередь критикуется, так как может провоцировать социальное расслоение и дискриминацию. Пока мы не знаем, как именно будет выглядеть реклама в виртуальной реальности, но тестовый вариант, предложенный Facebook, вызывает определенные опасения, и нам стоит подождать ответа представителей компании. Группа из 40 ученых, представляющих крупнейшие университеты со всего мира, выступила с призывом проконтролировать рекламу, которая воздействует на наш сон путем инкубации сновидений. Да-да, по заверениям специалистов, это не просто теория заговора или шутка, а реальная проблема с возможными неприятными последствиями. Современные технологии уже позволяют влиять на содержание снов. Так, Адам Хаар, специалист по когнитивистике из Массачусетса, а также изобретатель специальной перчатки, способный вызывать у человека определенные сны, рассказывает, что к нему уже обращались представители нескольких крупных компаний для сотрудничества. Основная проблема – отсутствие контроля. Ученые считают, что крупные компании вполне могут запрограммировать умные колонки таким образом, чтобы те проигрывали рекламные ролики на нужной стадии сна для достижения максимального эффекта. Тем не менее, пока не стоит выбрасывать все гаджеты из своего дома и надевать шапочку из фольги. Даже с нынешним уровнем технологий для манипуляции вашим мозгом необходимо прежде всего ваше согласие и полное отсутствие силы воли. Пятое поколение мобильной связи 5G пока еще не стало повсеместным, однако Samsung уже сейчас начали проводить испытания прототипа следующего поколения – 6G. Как и ожидалось, главными преимуществами новой технологии станет увеличение скорости передачи информации и снижение задержки. По первым тестам 6G будет работать примерно в 50 раз быстрее предшественника, а задержка уменьшится в 10 раз, что позволит легко передавать данные в разрешении 8К, формате виртуальной реальности, а также голографическое видео. Преимущества здесь не заканчиваются. Если нынешнее поколение 5G работает на частотах в районе 40 ГГц, то 6G должно пробить лимит в 100 ГГц, тем самым вступив на территорию терагерцовых частот, которые до этого еще не использовались. В последнем тестовом испытании исследователи продемонстрировали систему на частоте 140 ГГц и пропускной способностью 2 ГГц. Тем самым они смогли передать данные на скорости 6,2 Гбит в секунду на расстоянии 15 метров, побив рекорд 5G в 5,23 Гбита. Результаты, безусловно, впечатляют, тем не менее, не стоит ждать появления 6G-технологий общего пользования раньше 2030 года. А пока на этом все, мы увидимся с вами на следующей неделе в Инвейдере!